всем доброго утра сегодня воскресенье 28 наверное число до 3 часа дня я включила себе фильм исчезнувший просто на фон и сейчас подготовить пирог на слоеном тесте с абрикосами то что они уже такие подсдохшие нужно использовать или она выберем при том что они жесткие понимаете странно и нектарин туда сумма нехорошие или персики персики так что я буду готовить пирог не знаю что с ним будет делать может погуляем пойду акси очках извиняйте я ничего не вижу так фильм вот если что-то будет происходить сегодня заснимаем обязательно кстати в телегу уже уже на момент выхода этого логуса потом уже выйдет соло и дуэт станцулик вот потому что дуэт уже скинули соло пока что нет и параллельно буду как-то редактировать новый влог чтобы сегодня сегодня уже поздно завтра может выйдет ребята такой у нас рогалик получился не переизбыток ли начинки я забыл про пирог я не знаю что там я редактировал влог смотрела телевизор все параллельно а про пирог короче забыла обидеть я идиот ё-моё всё вытеку а наверно пора выключать мы встретились дианкой на меня внимание опять не обращайте боже я так выглядит мы сейчас пойдем в диане смотреть кино она с гостей поэтому мне вот это все мы возьмем чипсы еще по скидке и попить просто лимонад у меня в сердце отказалось я думала что вот это ага диана мне показывает свои ничего диана не показывает диана показывает мне свои покупки они сначала в уфу ездили там накупили в гости вот ездили короче миллион всего показывают мне и смотри что я сделала кстати свечи мне свои бесконечно показать вот такие свечи мы все купили сама дана делают да прям в этом центре от квадрата ну я там не любитель там кстати мороженое 18 плюс с алкоголем а сколько стоит надо попробовать я не обратила внимание мне мама такая говорит там мороженое с алкоголем чё не взяли если б я знаю мы уже ушли за неё лежит спасибо зайка по мне соскучиваешься у нее глаза он грязные никто не почистит еще сейчас чужой кошке лицо чистить да ну чё я сегодня с дикими котами играл и ты потом трогаешь свою кошку и мне еще чё-то говорит я мыла 15 раз обработала 15 раз я еще выпила таблетки чего бешенство ну типа ну не бешенство господи там уж котятки мур-мур-мур да мышей едят да с ними игра юбку рубашку красивую купила чё еще юбка рубашка кофточка это черная как-то так просто решила вам показать мы это мы из будущего при на самом деле мы уже просто ездили это вот типа ну на память всех обманули да мы на самом деле ездили в турцию баланья если кто еще не понял фиде хочу теперь в анапу поедем и хватит честно так даже в анапу сейчас не доберешься ты видела сколько там где сейчас знаешь почему ты радуешься миленько она только меня лапкой своей капец просто моя зайка я кстати думаю на следующую неделю точнее она завтра уже начинается взять абонемент еще один вы там буквально четыре занятия но что-то не останавливает возможно моя подмышка потому что у меня вылез фурунку а чё футболки стопики бейзиком лучше не пользуются вот в чем проблема а я на танце бейте говорю купи этот честный где же не пришли еще и кстати он тоже жжет у меня очень больно будет вот я имею ввиду эти господи они как спреи вот обычный таким же брызгаемся от синергетика я видела он еще гипоаллергенный ну вот же я купила он спрей basic мы с тобой купили да нет ты дилоник купила это у тебя вот он ну обычный такой да а теперь ну-ка а ты имеешь ввиду как вода я говорю вот такой есть мы же с тобой видели я даже тебе показывала говорю вот смотри такие натуральные типа им просто брызгаешь они как бы основном они не пахнут но они именно скрывают как бы и не вредят тебе ничего не закупоривают надо думать и делать ребятам что вы мне поможет прошло сколько месяца прошел с того как я вырезала фурунку и он опять появился вроде пока один остальное что появилось может просто раздражение не знаю и бог проснулся и исчезнет вот такой крем ушек очень вкусно у меня тоже с кокосом но он у меня серый а у дианы белый но это разные видимо вот очень вкусно пахнет мой нормально вот это очень вкусно реально это просто типа да после купания как я делал да это крем-баттер на сегодня кстати я бы не сказала что чувствуется по ним по запаху да то есть его нанесла он пах минут двадцать потом оказывается питался и все а я марс у меня долго пахнет да у меня прям пасет я может просто не замечу а вот эту фигню намажу спрей мусс там на лево на брейла намажу еще духе брызну я представляю какой-то нашли еще и дейзик слава богу сейчас без запаха ну я не знаю я кстати еще крема на разные части тела другими вот это на ноги а для рук у меня шоколадный который дольче не я руки очень у меня на лице это без запаха особо от аравии тоже да да он клёвый у меня такой мне вот нравится вот это просто ухода да я еще хочу я еще закажу пенку от миши короче очень клёвая миша миша марка корейская клёвая она достаточно дорогая но там что-то по скидке было пенка для умывания 850 рублей но там вот такой объем вот у меня на 150 короче как так да короче мы купили какие-то дижонская горчица да давай быстренько предысторию мои любимые чипсы пикантная горчица помнишь да и я тоже очень люблю а у меня это самое любимое и сейчас вот это воспроизвели давай ты твоя реакция диана прощень пробовал я один раз пробовала вкусно да но другие больше кислота есть дача такое не крылышки немного напоминает бафа вот эти нет вот крылышки именно со вкусом там же а ребрышки ребрышки не крылышки я просто помню крылышки бафа вот что-то такое но вкусно да клево все зашибись все мы пока не знаем что мы будем смотреть сейчас что-нибудь выберем незнакомцы из ада а то есть у меня диана я буду так смотрит ладно я попробую это посмотреть это просто корее вся фигня а я почему-то хотя не знаешь поиску сам не понравился хоть тоже корея еще какая-то корея мне понравилось апразиты фильм поиску а вот но он еще бомба типа знаешь еще пришельцы недавно смотрел тоже корейский не знаю две части 2 вот он незнакомцы и дала о незнакомцы ты не смотрел да это короче фильм я ходила в кино наверное месяц назад новый вышел это короче типа трилогии что ли сейчас и ремейк делают очень интересно чтобы мы пришли смотреть пока там короче ей едят человечею нам нужен и просто я не хочу потому что сериал за ну да но за я не начинала его смотреть только потому что я верила в то что мы все-таки вместе его посмотрим ладно давай рубай карман всем доброе утро ребята сегодня понедельник я лежу бездельничью ура потому что я в отпуске и мне можно я сейчас купила себе абонемент еще на неделю на танце у них есть разовые занятия но так дорого достаточно выходит я вам так скажу поэтому я решила и возьму еще абонементик вот я сегодня иду на регетон потом через полчаса тверк я вот думаю о силе или я и туда и туда надо будет подумать понедельник среда пятница я короче занята ура я закрада на большее время не смогла ли то что тяну ходит в отпуск но и так много это и на этом все честно я терпеть не могу утро в последние дни недель потому что мне так тяжело как-то когда я просыпаюсь просто ужас мне становится легко ближе к пяти к шести часам вечера в принципе я всегда так было наверное в рабочее время это убийственные моменты жизни когда ты стоишь и только ты понимаешь что тебе к вечеру станет легче ты не будешь ходить спать и так далее хотя я выспалась хотя я нифига не выспалась в общем первый момент я уснула где-то аж в час всего лишь и проснулась пол второго знаете из-за чего из-за каких вандалов под окнами вот вам видео из-за этих придурков у меня простите вот честно их еще хуже можно назвать я проснулась они орали на всю улицу они дрались они короче у нас есть пивнушка через дорогу считай и из-за этой пивнушки видимо драки происходят всю жизнь просто это было но в этот раз меня они настолько дико взбесили я готова была я думала уже реально выйти на улицу на орать но я понимаю что там реально какие-то странные мужики бабы тоже очень странно себя ведут я была уверена что они могут избить на 1 2 потом у меня был план открыть окно и пульнуть в них помидор чтобы они хоть очухались потому что на них а короче память на телефоне закончилась я в шоке такого не бывает на них начали уже орать люди с балконов они не понимают я уже реально думала вызывать полицию ну что я скажу мне жалко как бы владельца пивнушки но в то же время из-за него из-за владельцев что он построил в спальном районе грубо говоря в этом спальном месте пивнушку какой придурок это делает просто какой из-за него все проблемы что я уверена что есть нормальные люди которые к нему заходят просто пьют и уходят без драк без оров без матов на всю улицу и так далее помидор я не запульнула полицию я не вызвала я решила снимать со вспышкой специально чтобы они увидели то что я не знаю как они меня сбесили у меня хомка даже проснулась типа я ладно я вообще на все шорохи реагирую хомка очень крепко достаточно спит и собираюсь выкладывать сейчас прямо это видео вандалы стерли тамак или придурки как там чп стерли тамак и же группы не вообще все равно пускай найдут каждого из этих особенно девушек даже девушками их не могу назвать по-другому некрасиво звучит но их только так можно называть потому что ну как можно быть такими просто мерзкими людьми они сами дрались эти девки матом просто орали сишки там курили я не знаю но это ужасно просто мне показалось я надеюсь мне одна из них вообще беременная как будто но мне кажется это просто живут там сидела у нее нет беременности короче пошла и разбираться в этом деле пока не добью справедливости пока их всех не накажут бруса не так и продолжу понимать я это невозможно это ужасно из-за них не спад не спят люди воскресенье ночью перед понедельником я бы простила бы если бы это было суббота вечер пятница вечер я могу понять еще как-то на воскресенье да я лежу дома но у меня родители работают и весь дом работает короче вы поняли что делать такой ситуации также мне снизу максимально придурочные сны всю эту ночь прошлую позапрошу мать что ж такое было на этой ночью это капец мне приснился сон то что вот отсюда идут рельсы на потолке я была в этом уверена я была уверена что это правда это я не спала потому что вроде бы я просто это видела рельсы какие-то с рассадой с чем-то таким и на меня падает вот такой цветок ну срезанный цветок с красной какой-то фигней со светием цветком вы поняли он падает на меня на моё одеяло это соцветие вот так резко раскрывается я испугалась вскочила и позвала маму я не знаю кстати мне должна была помочь мама прочего тут цветка и так испугалась я просто я готова была зарать от ужаса типа этого на паука был похож цветок что ли что-то такое она кстати краска да все я пошла вставать наболтала на пять минут капец так я сейчас готовлю ужин на обед там я уже нарезала мясо мне опять отшлился ну в принципе с ним третью неделю хожу нормально морковь лук все по полочкам разложила как же я люблю когда все аккуратно не в грязи я когда резала овощи я морковь натерла помыла доску лук порезала помыла средством доску ну я как бы не люблю мясо нарезала вот так оттерла доску как у нас есть такая проблема теперь что это проблем потому что я максимально брезгливый человек вот в моем доме знаете сколько досок будет лучше не говорите об этом никите то что ну типа у меня будет отдельно доска для хлеба отдельная доска для фруктов отдельно для овощей отдельно для мяса и для рыбы тоже отдельно потому что если все на одной доске я просто не ем очень часто я в гостях каких-то таких местах я просто не ем потому что не могу я есть то что нарезала на одной доске я не знаю как это объяснить я думаю вы поняли короче я сделаю зажарочку масло уже налили сначала обжариваем мясо потом добавляем морковь с луком потом добавлю зубчика чеснока а потом уже томатную пасту и кипяточка потом чуть-чуть муки и все вот вам и гуляш поперчить одной рукой я не могу я вообще не видела как многие я думаю неприятно все потом добавляем зажарку и потом добавляем чеснок смотрите пока у нас капуста из деревни так так пока наше чудо творение просто готовится само по себе там хотела бы поблагодарить всех за комментарии то что вы пишете то что вам вы ждете мои влоги вам нравится не так приятно вы просто себе представить не можете это очень приятно прямо охота снимать 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 но ничего просто еще может быть кто-то из вас знает у меня такая проблема я хотел бы монетизировать как-то свой канал но естественно это логично то есть я пятый год типа заработала с канала тысяч четыре наверное может меньше а вот есть платформа перфлюент столько как так называется я вообще не разбираюсь и никак не могу заняться этим вопросом типа чтобы я что-то там рекламировала мечет с этого капу вот я думаю надеюсь никто там не против что я буду получать какую-то монеточку дай бог со своего канала вот но как как искать человека в нужен человек который будет мне помогать в этом грубо говоря я вообще сама кажется не могу этим чем заниматься я не могу искать и не умею искать рекламодателей типа я могла бы там рекламировать хотя бы шмотки какие-нибудь футболочки топики свалберс не знаю как это делается я не знаю поэтому я работаю в цветочном и сижу вот так на диване потому что я не умею я ничего не знаю кстати мне так там маленький блог типа 6 тысяч человек это просмотров намного меньше чему-то поэтому интересно кто-то вообще захочет брать у меня рекламу я не знаю надеюсь вы понимаете да что реально у меня охота продавать рекламу что вам показывать и интереснее будет и мне выгоднее уж то что тут греха стоить ну все рогу почти готова я добавила столовую меньше столовой ложки муки чтобы подлив как загустел немного и варю макароны солица не такие пять там нарисованцев опять прикол я не люблю особо макароны но и тесто потому что они прикольных ну что у такой у меня прекрасный обед надеюсь очень съем том что я стараюсь много есть перед танцами что комфортно было и так далее все всем приятного аппетита ребята во всем что я поела свое чудо блюдо собираюсь уходить с дианой арбатик не снимем смешное видео я футболки шортах а это я короче у нас воду горячей отучили и у меня все потекло вот сюда но у меня все мне пропало ребята настроение у меня опять фурунгу один точно остальные не знаю что это такое ломдя вам потом заснимать в раздевалке вы увидите это все сами своими глазами честно я не знаю что мне делать просто я уже не могу я уже все я делаю переливание крови и крови кажется уже все я просто не понимаю ну как это так прошел месяц после моей мини операции и тут опять у меня нету слов очень обидно ребята я уже 15 стояла и ждала диану ей просто надо было перейти дорогу чтобы вы понимали и вот я сейчас задам ей тысячи вопросов потому что я в бешенстве как можно так долго кто-нибудь мне ответить на мой вопрос надеюсь хотя бы диана ответить на этот вопрос один вопрос один как можно так долго я в лифте застряла маму встретила она приехала только что меня увезли на девятый этаж потом он застрял я вот по жизни как-то надолго ты в лифте застряла 5 стояла он просто туда-обратно не открывал двери он катал на девятый и на четвертый ладно сегодня прощаем мы не забываем что это происходит 3 почти ну ладно да я вообще обычно тебя жду до войны нет недельку она меня подождала ты один раз меня ждала когда не было интернета и я не знала что ты вышла все обычно эти всегда мы уже пришли сделаны магазин в котором будем снимать прикол только мне так лень а тебя давай я не буду ты будешь не надо кринж и надо ананас кусочки прикалываться я короче вы сейчас поймете давай нет ну сейчас выглядит стоп вот эти да вот они они я те если чё на один снимала чтобы видеть реакцию посмотрим сначала одежду а окей окей просто тут размер еще как бы вот чё тридцать девять ой пятьдесят шестое денешь давай стоп моднява я же горю мне подбирать брючки вот эти вот эти клёвые только было бы отрезан нормально шортики или чё хочешь может а юбки а юбки стой до стороны давай к юбочкам стоп ну вообще вот это вроде ты ее коснулась да нет стоп на ноге прям правильно убираем я хотела тебе вот эту ты как-то ее вот так стоп она кстати клёвая у нас у лера такая только у нее без разреза она очень клёвая но это же кринж лук второй ряд сверху так виде стоп я даже не видела что это что за утиные тяги нет вы не там не в такой передачи чё за период конос верхушку чем погнали стоп ты как и за но будешь тут пацан который пропал мне нравится тебе нужны красные галоши стоп идеально давай заново они шикарные мне нравятся удивительные будешь манихаля это вот это бренд их don't call me пойдем наряжаться мне нравится капюшон снимите вот это что такое вот это что такое это первое мне кажется верхушку нам другую нам выбрать нет? для юбки а для юбки посмотрим да сейчас вот это что за ультра тяги где у тебя там носок? он не так он не маленький из десяти сколько баллов? сотка яна покупаем браслетик у мальчика помните мы на днях с Никитой купили воздушный пластилин мальчику взяли сейчас Диане расскажу историю она берет браслет за сто рублей сто рублей сто рублей офигеть яна там у мальчика есть браслетик а тот мальчик все берут у этих а то он нет ну этот с бусинками не знаю я в следующий раз у него просто у меня резиночный тоже есть у меня сестренка делает короче сейчас Диане расскажу историю про воздушный пластилин блин мне лопнул смотри как мило ну ладно ну только ты его маме перевела? ну там скидывать маме только мама на дети откуда у него карта? мы с Никитой сидели в парке Жуково в субботу подходят дети типа купите воздушный пластилин ну сначала нет потом у меня опять подошли 15 рублей ну давайте и это его карта была я ему скинул 20 дала 5 рублей на чай я бы не купила это за сто рублей ну не знаю детское творчество нужно поддерживать я такого мнения потому что нет на самом деле у многих детей нету какого-то вот этого подъема а тут допустим вот я или кто-то еще купил и у него это мотивация зарабатывать деньги почему бы и не помочь ему? ну да он уже 3 года если у меня есть деньги почему я не могу купить у него то что он или его сестренка допустим сделали своими руками и обрадовать его он же маленький совсем и помочь накопить ему на свою мечту допустим многие родители так делают на самом деле они говорят сделай тогда что-то сам и иди продавай допустим но в плане это не зависит от того что родители хотят или не хотят ему давать деньги просто он тоже должен понимать что деньги не берутся из воздуха вот и как бы это наоборот дает ему понять что деньги ну зарабатывать другом надо а мне наоборот жалко этих детей потому что они слишком маленькие типа им не 10 лет им лет 5 сколько? по 8 по 10 им а думаете ты чё? они такие маленькие ты чё? им прям жалко ну жалко вместо того чтобы играть на площадке а они продают свои браслетики и деньги скидывают бумага мы же тоже не знаем по факту ситуацию да ну я уж купила ну красиво симпатично я люблю такие штуки ну да как вы видите вот миленько влог делаем доброе дело я просто съела мы делаем доброе дело мы кормим а голубей один из них сад чихнул угу офигеть я вообще не знала что птицы чихают ну я тоже не шучу ой он залез на него дело с aika пройдемливо нахи по трампу как дополнено зейтых влог добрые дела Пожертвовали полмиллиона На голубей Развитие голубиного сообщества Телеграм Голубеграм Ой-ой-ой Иди, Икор Всё, ребята, я уже бегу на танцы Чуть-чуть Нет, я не опаздываю Просто впритык Всё-всё, я побежал Всем доброе утро Сегодня вторник У меня нет настроения на самом деле Завтра я иду в больницу Опять из-за фурункула Один точно фурункул Другой, я не знаю, что это было Воспаление, третий это, видимо, черяк Какой-то Сейчас вам его покажу Четвёртый, у меня У меня не бывает прыщей, господи Но тут у меня вылез Прикиньте, если у меня фурунку на веки Просто у меня всё Я вообще Если это фурунка у меня влазит на веки Я перестаю вообще что-либо делать в этой жизни Я буду лежать дома И уходить никуда, ничего не делать Я бросаю учёбу, работу Я бросаю танцы, я всё бросаю И ничего не делаю в этой жизни больше Если это фурунка Потому что со шрамом на веки я не смогу выходить в люди Ну реально, ну чё за бред Вот у меня на спине непонятная фигня Типа я надеюсь, что это просто прыщ Ну и это вроде как не фурунку Я не знаю Подмышку свою вам показывать не буду Потом всё очень плохо выглядит Потому что Оф, я не знаю, что со мной происходит Реально, что-то надо уже давать анализы крови Всё, всё сдавать Потому что явно какие-то неполадки у меня в организме Раз такая фигня происходит Не только фурунку, но и, как мы можем заметить Всякие были гненники Интересно, с чем это всё связано Я не знаю Вот у меня тут прыщ Что-то тут Понимаете, почему я так на них внимание обращаю Потому что у меня не было такого в жизни Чтобы у меня просто на теле были Или на лице вот такие прыщи На лице они просто другие власят Ужасно Ужасно или нет? Всё ужасно И я ужасно Как жить? Это мешает просто жить Ну, реально Ладно, давайте плохое забудем О хорошем Я вчера сходила на танцы Только на регетон На тверх я не осилила, если честно У меня вообще не было сил Настолько жёсткая разминка была Что это просто капец Я была в шоке Ну, типа у меня не было столько энергии и сил Ну, прям Так вот Разминаться, так сказать Вот Завтра иду на отверг Восемь После больницы На самом деле Я просто боюсь, если мне назначат антибиотик Потому что после антибиотика у меня всё равно вылезли фурункула После первых Сколько? Шесть Тут у этой подмышки было фурункула Карбункула, да? Тоже называют То и тоже три, что ли, было Не помню Антибиотик, короче, мне вообще не помог Хотя и пила, типа обычный антибиотик Который пью всегда, когда болею Из-за того, что, наверное, некоторые у меня аллергия Я вот думаю, может есть просто таблетки Потому что каждый месяц рвется Но это просто капец За что? Что я сделала? Я не понимаю Отчего у меня это? Всем доброе утро Я выезжаю в больницу С утра В поликлиниках В поликлиниках Вот Ну и давайте О, и сейчас 8 часов утра Я даже спать не опорта Но если на работу поступлю, естественно Я на месте Честно, я не знаю, зачем я иду Потому что Ну, я не знаю, что мне будет назначить У меня вообще в общем будет не принять Потому что это Не моя больница Как сюда заходить? Я вообще не знаю Ладно, будем через эту боль Время уже половина девятого Я сижу Сюда еще жду Понять, что не надо искать Врача Вышла из поликлиники Меня приняли Так, я вам кое-что там засыпала Я это не вставлю Короче, там разозлилась И что Я ждала 20 минут Ну ладно Всем доброе Девушка там Короче У меня не куринку И до этого у меня были не куринку У меня гидродомит Все Мы с вами приезжаем в ВКУ Меня записываются на лазерную регуляцию Хотя бы подмышек Потом все тело с радостью забабахло Потому что Ну это уже реально все уже Сначала от шугарника Гидродомит А не поликлиник Поликлиник Короче Луконим Не Курунку А сейчас Из-за бритья Что за фигня? Я не могу уходить волосатой Конечно Я буду бриться Так вот Какой-то гидродомит Я назначила антибиотик И мазь С бипо Короче От Угревой шипы Какая-то Потому что У меня гидродомит Один Одна штучка Слава Богу И фолиполит Помните На коленке вылазила Сейчас она у меня На спине Всем привет Сегодня 1 августа Я вчера По-моему Ничего не снимала Я вчера была На танцах Дома С утра В больницу А мы же с вами вместе С утра в больницу ездили Я потом пришла Спала Мне назначили антибиотик Я максимально Не хотела его пить Типа Я реально думала Что сделать Что сделать Но Я просыпаюсь Вот с этим Это опять Прыщ Боже Чтобы вы понимали Точно так же Начинался Прыщ Который Сейчас Покажу На спине О боже Комар Я уже не могу Мне все достали У меня нет живого места О да То же самое У меня вылезла Вот тут Я надеюсь Он так не дозрастется Все Я пью Антибиотик Я готова Пробивать Вот 10 дней Я готова Ну ладно Я Вот такой Кстати У меня антибиотик Но У Хомки Появился Какое-то Какое-то Воспаление На губе Так что Я сейчас съем Звоню в поликлинику И мы идем В больницу С Хомкой Я вообще В шоке Что происходит У нас В жизни За что нам Это Уже ясно Себя Я уже не могу Смотреть Если честно Давайте вот так Просто У меня никогда Не бывало При шее Вот таких Ну На теле Тем более На лице Может когда-то В жизни было Но Ладно Не шуть В больницу С Хомкой Мы идем После трех После обеда Сказал врач Видимо Сейчас там люди Не знаю У них же Не три часа Будет обед Сейчас просто Почти 12 Без 27 Так что Ждем Пойдем Я не знаю Либо мы чисто С Хомкой пойдем Либо С Никитой Если он спит Просто одно неохота Потому что клетка Большая Я не привезла Маленькую Потому что я не знала Ну не думала Что Полтора месяца Мы тут спокойно Ничем не болев Не просидим Вот Так что Ждем Три часа Выпила Первую таблетку Антибиотиком Главное Чтобы все прошло Я никогда не возвращалась Просто вообще Десять дней Пить антибиотик По две таблетки В день Это капец Это просто капец Ох Осталось надеяться Что никогда Это больше не вернется Ко мне Я как приезжаю В Уфу Я сразу записываюсь Ну там Типа В десятых числах Сентября На Лайзерную пиляцию Подмышек Точно Там дальше Что по телу Не знаю Посмотрим Может комплекс Какой-нибудь возьму Потому что Гидродениз Это воспаление Волосиных Волокул Подкожных Вот этих А мне как раз Лайзер убьет Все эти фолликулы Волосиные И дай бог Этого Просто не произойдет Больше в моей жизни Вот Кто не знает Классе в десятом Вроде я ходила На лайзер Верхние губы Честно мне Ничего не помогло Я сделала Не помню сколько Шесть вроде Процедур И просто Ну типа У меня растут волосы Тут над губой Ничего не уменьшилось Скорее всего Я не помню Как у меня раньше было Ну в общем Мне вообще не помог лайзер Но это была студия Я не знаю Почему вообще Я его выбрала И так далее Так что В Уфе я нашла Нормальную студию По крайней мере Туда Ходили люди Которых я знаю Вот Как-то так Дай бог Следующим летом Я больше не буду Волосатой обезьяной Что делать Она за ночь Она выросла Что с нами Просто посмотрите на нас Я надеялась У нее может Она уменьшится За ночь Или сесть Но сказок Не бывает Все ребята Мы вышли Как я выглядела Я закрутила волосы Но это не помогло Самое сложное Потому что клетка Большая Большая Нам уже начинает переживать Ладно Все нормально будет Нет Надо хотя бы Месяц Все у нас спряталось Ждем прием В общем Мы уже вышли с больницы Мы остановочку небольшую сделали Потому что я такая И все Такая мокрая Это просто ужас Не знает Что за фигня Ей обработали ее ранку Ничего не давили Не вырезали Сказали Просто у брызунов Такое бывает Часто Ей просто полули антибиотик Осмотрели Блин Мне не нравится Как это выглядит Сейчас и хомка на антибиотиках И я Ну что ты будешь делать Завтра в два Мы опять идем Ставить антибиотик Хомки Я надеюсь По крайней уколу Ну либо еще один Может быть Потому что Один антибиотик Стоит 300 рублей Один уколчик Там 0 0,1 Наверное Да Моя упаковка Просто 300 рублей Стоит антибиотиков На 5 дней Ну да ладно Всю жизнь Надо брать Хомки Давно присматривала Свой старый влог Как раз там Кто-то написал Зачем Заводить животное Если у тебя нет денег Ну вот Ребята Мы поднялись Деньги есть Отдам все Ради понки Как говорится Она короче Еще сидела На моих ногах Руках Сейчас к ней Паук заползет Она сидела У меня в руках Когда я ставила Уколчик Из-за этого Она была спокойная Потому что Она чувствовала Что я рядом Так Мы уже дома Что хочу сказать Все прошло хорошо Сегодня был другой врач Не как два года назад Две там Молоденькие девочки Без опыта Хотя пускай поколит Все На этом все Всем спасибо И всем пока Пока